Сегодня в органах статистика и городской бюджет на вещи предприятия, как будто бы он был на пиве, от платы конкретных лиц, физических лиц, предпринимателей и предприятий, бюджет города Меликополя. Хочу отметить, что эта категория людей не относится к социально незащищению. Люди обладают своими домами, машинами, предприятиями, сотрудниками и прочим, 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 прочим. При всем при этом, на протяжении долгих лет, игнорируют норму контракта, расстояние вкладок земельного в наш городской бюджет. Напомню, что начало этого года, для развития вклада Меликополя, с которого мы делаем с реконструкцией, насчитываемся от 3 миллиона. 2 миллиона денежных средств. Это достаточно существенная и важная сумма, чтобы на нее не обращать внимания. Сегодня я зачту 12 фамилий с суммами физических лиц, которые стоят за неуплатой и средствами. Также я передам более расширенную информацию для наших журналистов, чтобы они детально изучили. Также мы дадим штуку информацию на нашем сайте городского совета, чтобы жители города Меликополя знали свое лицо. По истечении месяца, если ситуация не изменится с данным вопросом, и это больно, которые не будут укладены, я призову депутатский корпус, всячески всевозможные, где мы берем продежку бизнесу, но при этом, конечно, бизнес должен платить налоги не более того. Мы приостановим все свои шаги на встречу данным предпринимателям. Плюс ко всему, я прочитываю свою структуру, проведем межведомственное совещание и выработаем комплекс мер мероприятий по возвращению данных денежных средств в бюджет громад. На сегодняшний день ни письма, ни рабочих принимательных другого характера, к сожалению, не возгнело должного результата. Люди почему-то считают, что пользоваться ресурсами громады, они могут, пенсионеры, платят высокую квартплату, а эти бизнесмены каким-то образом для себя рисовали ситуацию, когда все это должно доставаться бесплатно. Вот такая ситуация, если позволите еще минуту вашего внимания. 12 минут для начала. И для депутатов, чтобы понимали, какие суммы не оплачены. Ефим Игорь Михайлович, Таврявцев Виталий Анатольевич, 234 тысячи гривен, не оплачивается с апреля 2014 года. Кастин Игорь Семенович, 186 тысяч гривен, не оплачивается с октября 2011 года. Калайда Игорь Алексеевич, 171 тысяча гривен, не оплачивается с января 2012 года. Демейкер Сергей Александрович, 156 тысячи, не оплачивается с апреля 2012 года. С Тукава Сергея Петрович, 147 тысяч гривен, не оплачивается с с января 2012 года. Клотников Николай Петрович, 112 тысяч, не оплачивается с января 2016 года. Сикаева Людмила Павловна, 111 тысяч, не оплачивается с января 2012 года. Поли Виктор Валентинович 98 тысяч не оплачивается с апреля 2014 года. Ерсун Виктор Борисович Таргенов Илья Иванович 74 тысячи гривен не оплачивают с июля 2013 года. Акимов Андрей Владимирович 65 тысяч гривен не оплачивается с мая 2014 года. Азизов Гелеверасаев 61 тысяч гривен не оплачивается с ноября 2013 года. Меркула Дмитрий Викторович 57 тысяч гривен не оплачивается с мая 2012 года. Я приложу максимум усилий для того, чтобы поднять уровень ответственности со стороны каких-то бизнесменов. И эти деньги надо возвращать в бюджет города Меркули.